Значит, на сегодняшний момент у нас, все, наверное, уже знают, неоднократно мы говорили, у нас все сертификаты на зарубежные средства защиты, за исключением двух изделий, они все аннулированы. Вот, поддержка про всем средствам защиты с точки зрения их безопасности, она на территории Российской Федерации прекращена. Ну, почти по всем, там есть единичные, как бы, случаи, но поддержка прекращена. Формально требованиям по безопасности, установленным в СТЭК, они не соответствуют, поэтому, значит, планировать поэтапно и в соответствии с теми планами перехода и с той деятельностью, о которой Илья Есимович сказал, говорил, и, наверное, другие коллеги будут говорить, планировать переход на отечественные средства защиты, вот, выставлять требования к разработчикам, которые необходимы заказчику с точки зрения функциональности этих средств. То есть стандартная работа, которую мы должны были раньше начать, но мы, как традиционно, дождались, когда, когда нас уже настолько приперли к стенке, как Илья Есимович сказал, что теперь это все, значит, делаем в таком ошпаренном режиме, чертыхаясь, друг друга закидывая, значит, камнями, но, тем не менее, у нас другого пути нет. К тому же у нас президент, значит, поставил задачу двумя указами, и 250-м указом, и 166-м указом перейти на отечественные, значит, проромное изучение, проромные аппаратные средства в одном случае, а в другом случае конкретизировал на средства защиты информации. Поэтому какие у нас тут есть варианты? Вариантов у нас практически нет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!